Буквально уже все, видите, видите, что с ним? Вот он. Вот, его просто рукой двигаешь, и он уже сыпется. Владимир Степнов показывает почти разрушенный мост. Со своей семьей мужчина живет в мраморном карьере на берегу Базаихи. Эта переправа для жителей дачного поселка – единственный способ попасть в город. Пять лет назад мост начал разрушаться. Несущие балки прогнулись, доски гниют. У нас с каждым годом данный объект становится все хуже и хуже. И мы сейчас, опять будет весна, мы думаем, как будем переправляться. То есть, устоит ли он эту весну. Мы его своими силами, насколько могли, восстанавливали. Но сегодня состояние моста таково, что мы своими силами уже его восстанавливать не можем. Мост используют и туристы. Через поселок проходят важные тропы для хайкеров, альпинистов и скалолазов. Они ведут на Таргашинский хребет. Это как бы полигон большой. Маршруты там известные, пробитые, все, в общем. Ну, а им известно надо и снаряжение тащить, но и альпинистам тоже надо, и все вот это вот. Этот мост построили 30 лет назад. Над кто – неизвестно. Неизвестно и кому он принадлежит. Поэтому и ремонтировать некому. Суд признал переправу бесхозной. Жители пытались подлатать сами, но им запретил Росприроднадзор. Это водоохранная зона. Администрация района тоже отказалась помогать. Говорят, мост находится на территории поселка. Пусть жители его и ремонтируют. 31 октября 2018 года судьей Свердловского районного суда было принято решение о том, что обязанность по капитальному ремонту данного сооружения моста возложить на СНТ «Мраморный карьер». Данное решение в настоящий момент обжалуется. Депутат по Свердловскому району Илья Зайцев уверен, что город должен взять бесхозный мост на свой баланс, а не перекидывать проблему на людей. Все, что бесхозно, на мой взгляд, должно относиться к городу Красноярск, к администрации города, должна найти компромисс из серии. Дорогие товарищи, которые проживают там, давайте вы сделаете эту часть, а мы сделаем эту часть. Давайте мы объединим усилия, раз уж все мы красноярцы, и отремонтируем этот мост для всеобщего блага. 11 февраля Краевой суд окончательно решит, кто должен ремонтировать этот мост. По оценкам независимых экспертов, ремонт стоит 20 миллионов рублей. Софья Питеркина, Александр Тропин. Новости ТВК.